Их называют роскошные, великолепные, но в то же время они простые и неприхотливые. Нежная лилия, аристократичный гладиолус, пышная гортензия, статный георгин. Сад с ними приобретает сказочный вид, радуя разноцветными красками и утонченными ароматами. Они царят в саду, ничуть не уступая по изысканности королеве Розе. Как превратить свой сад в цветочное царство с буйством красок, форм и ароматов, расскажем в цикле «Царица сада». Добрый день! Меня зовут Елена Константинова. Я ландшафтный дизайнер и селекционер. И сегодня я вас приглашаю в свой сад для того, чтобы познакомиться с одной из самых любимых цветочных культур – с флоксами. Добро пожаловать в мой сад! Пойдемте! Елена Константинова – ландшафтный дизайнер, селекционер, председатель общества любителей флоксов. Стаж садоводства – 40 лет. Локация – Ярославская область, деревня Савельева, 125 километров от МКАД. Этот сезон для нас и для флоксов совершенно непростой. Дело в том, что сначала флоксы столкнулись с жуткой жарой, которая для них совершенно ни биологически, ни морфологически, ни по каким параметрам она для них чужда. А сейчас, вот последние дни, прошли жуткие ливни. Флоксы, тем не менее, достаточно стойко справляются с этой ситуацией. Уже с начала июля сады средней полосы России неизменно наполняются яркими красками и ароматами флоксов. Эти кусты зачастую выступают хранителями традиций на многих загородных участках. Старые сорта берегут, размножают, дарят родственникам и друзьям. Однако, казалось бы, такой родной для нас цветок – представитель флоры Северной Америки. Именно оттуда, более 250 лет назад, флоксы попали в Европу, прижились в Англии и около 150 лет назад появились в России. Я вам должна сказать, что флоксы предоставляют цветоводу-любителям возможность проявить себя с очень разных точек зрения. Дело в том, что они обладают огромным потенциалом декоративных параметров. Колористика флоксов необыкновенно широка. Чисто белый, белый с оттенками, с разводами и так далее, и до густо, темно-бархатно-фиолетово-вишневых. Флоксы имеют очень растянутые сроки цветения и очень разные сроки цветения. Начинают они свистеть в конце июня, начале июля, и последние, поздние флоксы зацветают уже в начале сентября. Разнообразие сортов – одно из бесспорных достоинств флоксов. Насчитывают минимум 85 разновидностей, однако селекционеры продолжают отбор новых саженцев, получая очень интересные, порой неожиданные результаты. Сегодня сложилась как раз такая ситуация, когда мы должны будем с вами вот на этом поле обратить внимание на две существенные группы флоксов. Это крупноцветковые флоксы и мелкоцветковые. Вот дождь, сильный ливень и град проявил удивительную стойкость мелкоцветковых флоксов. И мы видим, что крупноцветковые флоксы, у них лепестки повисли под дождем, они восстановятся несколько позже. Но мелкоцветковые флоксы, посмотрите, они проявляют какую стойкость после такого сильного дождя. У них не падают побеги, они имеют хорошие наполненные соцветия. В цветнике мелкоцветковые флоксы дают замечательный эффект плотного цветового пятна, выразительной рельефной фактуры. Что-то вроде мозаики. Разнообразие расцветок, высоты, сроков цветения для ландшафтного дизайнера – это просто праздник души. Вот сейчас мы с вами стоим перед ярким коралловым сортом «Северная заря». Вы видите, что растение очень устойчиво к ветру, к дождю, сильному ливню. Обладает такими выраженно стандартными такими соцветиями, с красиво уложенными цветочками и ярким глазком. За ним мы видим с вами сорт «Красотка», который на АВДНХ у нас получил серебряную медаль. Но он выглядел, конечно, немножко получше, чем сейчас в этот жутко жаркий и сушающий год. Тем не менее флоксы справились. Посмотрите, совсем другое соцветие, совсем другой цветочек, совсем другая форма, темный стебель. И я вам должна сказать, что такой флок стилистики природного облика, он великолепно подходит для природных цветников. И будет отлично сочетаться со злаками, монардами, вероник-авструмами и вообще представителями образа природной, такой природной флоры, природной модели цветника. А этот сорт крупноцветкового флокса Елена назвала в честь своего брата-ликвидатора Чернобыльской аварии Алексеем Ленским. Ну вот видите, крупноцветковый флокс после вот этих вот дождей, с его нетривиальной, совершенно сумасшедшей окраской, он выглядит хуже, чем вот эти мелкоцветковые флоксы. Хотя, если мы отдельно цветочек будем с вами рассматривать, посмотрите, какой он необыкновенный. На светло-сиреневом фоне вот такой идет темный трагический расплыв. В настоящее время Елена занимается выведением высокорослых мелкоцветковых флоксов, которые украсили бы задний план любого крупного цветника миксбордера. Многим из них она еще не придумала имена. И вот нам, пожалуйста, такой вот представитель. Это без полива. Если бы ему доставалась хоть какая-то влага в этом году, он был бы выше вот настолько. Но вы видите, что у него есть определенное преимущество. При его гигантском росте он достаточно устойчиво привязан к земле. И ему не нужно там каких-то сильных опор. Название «флокс» переводится с греческого как «пламя». Такое имя дал растению знаменитый ботаник Карл Линей. Ирония заключается в том, что как раз чисто красных сортов флокса не существует. Да, на зеленом фоне сада нам кажется, что некоторые флоксы буквально пламенеют. Но если попробовать сравнить их с другими красными цветами – розами, гвоздикой, пеларгонией – можно убедиться, что флоксы какие угодно, но только не красные. Понятно, что они могут быть белыми, розовыми, светло-розовыми и так далее. У флоксов нет желтого пигмента, чисто оранжевого, чисто красного, как пионерский галстук. Но у них есть окраски, которые меняются при различном освещении, а есть дымчатые окраски, когда цветок покрывается дымкой, серебром на разном фоне. Вот перед вами мелкоцветка с дымчатой окраской, которая называется «Мистер Икс». Совершенно уникальный цвет. Конечно, вот посмотрите, какие цветки перламутровые. Перламутровые с такой вот яркой в середине вишневой звездочкой. Я его поэтому назвала почему-то «Мистер Икс». Мне сразу понравился. А вот этот цветок с необычной окраской и нежным названием Сретенка имеет в саду у Елены необычную историю. В свое время, будучи отбракованным и выброшенным в компост, он не сдался, а расцвел там пышным цветом. Я его срезала под влиянием какого-то порыва и отнесла на выставку. И он так всем понравился. И он получил название Сретенка. У меня есть серия московских улиц и московских парков и садов. Сад Эрмитаж, Александровский сад там и так далее. И он получил и приз зрительских симпатий, и получил гран-при. А этот белоснежный куст – настоящий долгожитель. Он рожден в начале прошлого века. Его отростки были выпрошены у Елены многими иностранными селекционерами. Так что теперь детки Кох-Гизана красуются во многих странах. Чем он отличается? Ну, во-первых, он зацветает довольно поздно. Он очень устойчивый. И он никогда не болеет мучнистой росой. И те, кто занимаются селекцией флоксов, для них это необыкновенное преимущество у какого-то сорта. Белоснежный. Цветет долго. Он теперь будет цвести до заморозков. Цветник ассоциируется с понятием цветы. А то, где я сейчас нахожусь, это тоже цветник. Причем цветник около озера. Это прибрежный цветник. Только главную роль, ведущую роль в этом цветнике выполняют не цветы, а злаки. И я не могу не познакомить вас с этим цветником, потому что, на мой взгляд, это безумно красиво. Вот такой злаковый цветник около водоема, он создает ощущение динамики, как будто бы даже продолжение волны, когда дует ветер. Это усиливает, усиливает ощущение от воды, от удовольствия смотреть на воду и рядом видеть злаковый цветник. В этом цветнике есть, конечно же, и цветущие растения. Их немного. И тем не менее, это астры, это колокольчики, это пасконник. Есть лилейник, который вроде не злак, но своими листьями напоминает злак. И все вместе создает вот такую красивую цельную картину. Даже, видите, тропинка, которая проходит вдоль береговой линии, с этой стороны цветника. И когда идешь, то за высокими злаками не видно воды. И это было специально придумано, специально посажено, для того, чтобы водоем смотрелся не как открытое блюдце на ладони, а все-таки на не очень большом пространстве создавал ощущение тайны, что вот мы то видим берег, то не видим, то видим воду, то не видим. По-моему, картинка удалась. Сейчас мы с вами попробуем научиться продлять сроки цветения любимых, но рано зацветающих флоксов. Перед нами сорт «Гжель». Это любимый сорт очень многих цветоводов, флоксоводов-любителей. И его есть для что любить. Посмотрите, как он ярко расписан, какие у него яркие лепестки, которые действительно напоминают гжельскую посуду. Если мы хотим продлить срок цветения раноцветущих флоксов, то мы можем, своевременно обрезав отсветшее соцветие, не надо дожидаться, чтобы это соцветие полностью отсвело. Первый способ – когда мы сохраняем структуру соцветия. При этом мы обрезаем только отсветшие цветочки. Все вот эти цветочки на всех боковушечках. И у нас, смотрите, у нас остается полностью как бы структура соцветия сохраненная. Вот она у нас. И через какое-то время у нас появляются боковые побеги. И у нас флокс порадует нас еще одним цветением. Второй способ. В какие сроки вот так надо поступать? Мы можем так поступать в середине июля. Если мы чуть-чуть раньше обрежем соцветия целиком, вот возьмем, целиком обрежем верхнюю часть, вот мы получим вот так верхушку цветоноса обрезанную, тогда у нас из всех пазух появятся боковые ответвления, боковые побеги. И мы получим также продленное второе цветение флоксых жель где-то в конце сентября. В конце сентября, в середине сентября. Вот это вот надо выполнять немножко раньше, не дожидаясь, пока флокс отцветет полностью, завяжет семена и так далее. Здравствуйте, меня зовут Наталья Земская, я флорист. Сегодня мы с вами соберем из дачных цветов букет в спальню. Почему в спальню? Потому что мы будем использовать вот такие простые садовые флоксы. Они очень ароматные. И мне кажется, что под их ароматы, особенно усиливающиеся к вечеру, очень приятно засыпать. Флоксы, конечно, хороши не только ароматом, но и совершенно потрясающими, яркими оттенками розового цвета. Ну, скажем так, от розового до фиолетового. Они бывают очень-очень разные. Но поскольку все эти цвета холодные, они хорошо сочетаются между собой. Для контраста с холодным цветом мы с вами будем использовать вот такую теплую вазу. Итак, берем флоксы, убираем все листья, которые могут оказаться в воде, чтобы вода дольше оставалась чистой. И произвольно собираем их в какой-то букет. Он может быть очень размашистым. Он не должен быть круглым. Ни в коем случае. Флоксы – это не те цветы, от которых требуется строгость линии. Я бы постаралась те цвета, которые у нас есть, компоновать. Ну и еще мне бы хотелось добавить к ним вот такой немножко другой оттенок. Видите, он слегка коралловый. Этот цвет уже переход к теплому оранжевому. Его хорошо поддержит вот такая шток-роза. Наверняка вы встречали ее в палисадниках, деревень и даже в городских клумбах. Она очень высокая, вырастает метров до двух. При этом цветет все лето. Ее в народе иногда называют мальвой. Но это другое растение. А еще уже начинает покрываться оранжевой краской вот такое прекрасное растение под названием физалис. Некоторые выращивают его, как овощное. А мы с вами будем использовать его в качестве декора. Листья я убрала, потому что они загораживают плоды и мешают нам наслаждаться самым ценным в этом растении. Верхушка так и быть пусть остается. Ставим цветы в воду. Поправляем немножко те ветки, которые у нас самые высокие. И вот готов ароматный букет из флоксов. Сейчас мы с вами поговорим о способах размножения флоксов. Вернее, мы поговорим о простых способах размножения очеренкования. Дело в том, что иногда нам очень трудно бывает достать тот или иной сорт, который мы очень хотим. Но его вполне можно размножить из ветки флоксов. Грунт для флоксов составляется из смеси нейтрального торфа и песка в соотношении 3 к 1. Иногда для ускорения роста Елена добавляет субстрат вермикулит. Вот у меня в руках две ветки сеянцев новых, которых я хочу увидеть в следующем году уже в несколько разнуженном количестве. Вот смотрите, значит, у этого сеянца с длинным соцветием есть вот такие вот боковые побеги. Значит, их можно зачеренковать по-разному. Вот я их отрываю. И здесь есть маленькие, даже совсем маленькие боковушечки. Вот такие. Вообще все части флокса подлежат размножению. Они все очень пластичные и все хорошо приживаются. Но сейчас я хочу обратить ваше внимание именно на эти боковушечки маленькие. Мы берем и острым инструментом, бритвочкой, мы режем череночки по два междоузлия, а можно даже и по одному. Вот видите, вот у нас черенок. Тоненький, маленький. Если вы думаете, что можно вот такими толстыми палками размножать флоксы, то вы ошибаетесь. У них уже загрубевший материал и сосуды, они приживаться будут плохо. Вот эти нижние листочки я удаляю. И вот он у нас с вами черенок. Если листья крупные, то мы с вами укоротим вот эти крупные листья. Чуть-чуть укорачиваю и высаживаю в горшки. Мы их высаживаем так, чтобы у нас только вот часть листочков была видна верхнего междоузлия. Черенкование флоксов проводят с мая и почти до конца лета. Но делать это предпочтительнее в пасмурную погоду или в тени. Первую неделю, несколько раз в день, черенки поливают теплой водой. Корешки у них появляются через 2-3 недели. Одновременно в пазухах листьев вырастают новые побеги. Теперь смотрите, можно было сделать по-другому, кто боится. Вот целиком боковушку можно воткнуть. То есть не резать на кусочки. Видите, сколько я здесь получила. А одну боковушку целиком сразу воткнуть. Вот так можно сделать. Видите? У нас все с вами приживется. Можно вот так вот резать с двумя междоузлиями. Нижние листья по-любому удаляются. Верхние укорачиваются для уменьшения транспирации. Получаем вот такой черенок. Сейчас, после посадки, мы их польем. Польем их. И рекомендуют их накрыть или геотекстилем, чтобы создать некую влажную такую слегка от масли. Но не мокрую. Если накрывать пленкой, то это начинает все гнить. Надо накрывать так, чтобы это все дышало. И сейчас мы должны будем обязательно с вами поставить этикетку. Особенно, если вы делаете несколько сортов, для того, чтобы вы могли понять, что у вас лучше прижилось, что у вас хуже прижилось. Даже если вы не знаете название сорта, вы можете написать просто какие-то признаки. Оранжевый, высокий или белый, низкий, чтобы понимать потом, как это использовать. И все. И они будут ждать нас до весны, чтобы мы их потом пересадили. Простой уход, хорошая зимостойкость, пышное цветение и чудесный аромат – все это о флоксах. Даже самый неопытный садовник сможет украсить ими свой цветник. Любите флоксы, как крупноцветковые, так и мелкоцветковые. Каждый в этой культуре может найти себе чудесных совершенно друзей, которые будут радовать вас утром, днем, вечером, своим ностальгическим ароматом, своей окраской, которая будет меняться. Сажайте флоксы как можно больше, они будут радовать вас все лето. Не только вас, но и ваших друзей, близких, ваших детишек и всех-всех-всех. Редактор субтитров А.Семкин